МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Вертанье до вытоков в Лясковичах проходит международный фестиваль Клич в Полесье. Новые перспективы в экономичном форуме у Мазыры приняли удел представники 10-ти краин. В свято-ураджае у Гомельской области распочался сезон осенних сельскохосподарших кермашов. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня у агрогородка Лясковича Петриковского района проходит 6-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич в Полесье. Ся рот ягод-удельника у представники 11-ти полесьских районов Беларуси, а так само гости из России и Украины. Все лето программа свято максимально одновлена. Шмат, какие мероприемства проходят в першиню. Наши корреспонденты наведали фестивальные працалки. Шостый фестиваль Клич в Полесье начинается с неформальной сустречи керавниства архкомитета с простонниками дипломатичных миссий, которые напередать не проймали удел в Мазырском экономичном форуме. Если первый день их находжения на Гомельщине можно назвать перш за все деловым, то сегодня их запросили ознайомиться с особливостями культуры белорусского Полесья. Добрые отношения между народами и странами строятся на понятных вещах. Если борьба, то спортивная, если состязания, то интеллектуальные и творческие, если конкуренция, то честная. Спасибо вам за верность идеям сохранения мира и добрососедства, за продолжение конструктивного диалога по укреплению экономических связей. Дамы и господа, приглашаю вас всех окунуться в уникальный быт белорусских полешуков. У дельники фестивалю «Клич Полесья» называют его семейным святом. В том смысле, что тут собрались люди, которые любят белорусскую культуру и захопляют саюю. Причим, тычется это не только танцев и спевов. Сярод новинок селетнего свята – майстер-классы рамесников. Народный майстер Беларуси Василь Казачок працует директором центра ганчарства вёске Городной Абресской области. Кажет, что научить этой справе за один раз немогчимо, але показать, как саправды наши протки работали посуд, можно. Заняток ганчарства потребует великих намаганий, уседливости, терпения и постоянной працы. Потому что только благодаря тому, что человек будет каждый день заниматься, он может отримать навык. Фестиваль «Клич Полесья», который стартовал в 2010 году по инициативе президента, постоянно развивается. Однако одно застаётся неизменным – любовь и поддержка живых народных традиций. Всё лето программу максимально обновили. Зменилася и обличча традиционной фестивальной пляцовки. Янапера утворилася у своей особливой гисторикой этнографичной музеи под открытым небом. Усё гэта кропотливая работа великой колькасти людей. От будовников и культработников до представников державных органов. За разможность вяжать, намаганни прикладены недаремно. Свято отрымалася не только масштабным и текавым, але и у значной ступени познавальным. Тые ж старожитные прылады с селянской працы выкликали у шматреких гостей неподробный интеррес. Тым больше, что маэстры рассказывали об их таке подробязности, яке у энциклопеды их знойдеш не заусёды. Я думаю, минут 15 можно крутить. Больше, наверное, не это самое, потому что, как-никак, рука всё-таки устает. И это самое. Ну и, соответственно, надо подсыпать, тогда оно немножко легче крутится. Когда уже там нету ничего, получается камень об камень, и уже, как бы, оно это самое. Так надо периодически подсыпать зерно, тогда легче идут жернова. Официйное открытие фестивалю протягивается каля 45 хвилин. За этот час на Головной Пляцовце не только поспевают выступить некальки коллективов, але и отбывается теперь уже традиционная процедура присуджения звания «Гоноровы Палешук». Всё лето отповедное посвящение отрымливают старшиня постоянной комиссии Советы Республики Национального Схода Михаил Русы, генеральный директор Вытворчага Объяднаний «Беларусь-Нафта» Александр Ляхау и директор акционерного товарыства «Спецжалезобятон» с Брэзской в области Василь Басевич. Люди, яке унесли саправды значную кладу развитца Палецкого краю. И знов работа подворка, песни, танцы и навод добрые розыгрыши. Клич Палесся – свято, якое дорыць Добрыню. Сегодня на обновленной Палецовце мы с вами чуем беларуську мову, якая гучит, фольклор наш. Мы бачим все наши самобытные коллективы, які показывают свои промысловые и другие направки. И эта Палецовка заявляется местом единства, местом не боротьбы, а местом нашей, где мы с вами объеднаемся и где мы за свою суверенную Беларусь выказываем свои слова и думки. Дякую вам за все и всего вам належима, за нашу родную Беларусь. Олег Сентюров, Александр Лупиненко, Валера Игапанько, Телерадо и компания «Гомельс» фестивалю Клич Палесся. Обмерковать инвестиционный потенциал у Мазары прошел экономичный форум, организованный до дня гандлевого советника. Гостями мероприемства стали представники десяти краин. Разом удельники форума ознайомились с экономичными макшимостями Мазарского края и наметили планы взаимовыгодного супрацовництва подробностей в наступном сюжете. Гомельская область – буйнейший промысловый регион Беларуси. Тут проходит множество гандлевых шляхов, сдобывается вся белорусская нафта, працуют важнейшие для краины предприемствы. Мазар – соправдная полеская жемчужина Гомельшины. Тому невыпадкованная его робятся такие великие ставки. Мазар, как известно, относится к одиннадцать тем городам, которым определено опережающее социально-экономическое развитие в ближайшие пять лет. Поэтому задача наша общая – использовать тот потенциал, которым обладает регион, его конвертировать в новые контракты, в новые экспортные поставки, в развитие экономики, в развитие производств, новых технологий и так далее. А гляд буйнейших предприемств у города доказывая – Мазар – экспорта-ориентованный регион. Он реализуется у самых розных галінах и усеяный за потребованные на замежном рынку. Гэта продукты харчавання, дрова працовка, машинобудавання и многое іншее. Многие из гостей форума не у першыню на Мазарской земли и давно ведают. Тут живут их надзейные сабры. Мероприемство – махчимость поширить давнее супрацовництво и зарабить его больше эффективным. Я могу сказать, что удовлетворен технологическим сотрудничеством болгарских компаний с молочной. В молочную отрасль это радует, что очередной раз конкурентноспособность белорусской предприятии залежится на болгарской технологии. Наступный этап – визит на предприемствы. Мазыр Соля – знайоми у присутных с головными поспехами. 85% продукции идти на экспорт. Его география – 17 краин. На Мазырском нафтоперопрацовчем заводе выники финансово-гаспатарча дейнасти за пошние 7 месяца установчая. Будовництво комплексу гидрокрэхингу тяжких нафтовых решков идти по графику. На комплексу H-Oil – обкатка динамичного обсталявання. В осенью плануется монтаж электрообсталявания и иншие работы. Таким чином старые замежные партнеры отзначают – супрацовництво с мазырскими предприемствами – правильный выбор. Литва входит в топ-5 экспортных стран для продукции в Мазырском крае. И это очень отрадно. Значит, мы находим какие-то совместные проекты, совместные продукты, которые интересны не только нам, но и вам. 10 миллиардов долларов. Стольки на территории в области реализованы замежных инвестиций за опошние 10 годов. Экономичную форму Мазыры – на годы узмацнить международные относины. Кабнияки-обставины не перешкодзели конструктивному супрацовництву. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». У Комельской области распочался сезон осенних сельских господарших кирмашов. Старты дадены сегодня на площади Ленина у Комеля. Свою продукцию кирмячанам пропонуют сельхозпродприемства, фермеры и особистые подсобные господарки, а так само предприемства гандлю и громадского харчевания. Восенские кирмаши давно зарекомендовались обеяк эффективный способ извести у одной места из пожилца и вытворца. Первые отримливают богатый ассортимент и приемные цены, иншие – макшимость проставить свою продукцию и заработать. Пенсионерам это очень помогает. Посмотрите, картошка 35 копеек. До базара еще дойти надо, а здесь с Пушкиным мы пришли прекрасно. Все есть. Выехали, можем предоставить весь свой товар, что имеем там, все это самое. Вот, ну, видите, работаем с широким спектром этих продуктов. Картошка, смородина, саженцы, клубника, саженцы, ну, кукуруза вот сейчас у нас хорошая, вкусная такая. Люди берут, нравится. Ассортимент продукции из гомельских палетков самый разностайный. От традиционных бульбы, цебули, помидоров, яблоков до винограда и кавунов. А пошни, даже давно перестали быть экзотикой в наших краях. Так само на кирмаши можно набыть саженцы, рыбу, молочные и мясные продукты. Для маленьких гостей живы в уголок сельско-господаршими живелами. Кирмаши на площади Ленина будут працевать и униотделю с 10 до 19 годин. В дальнейшем все ярмарки будут проходить на разных площадках и в городе, и в районных центрах, и в крупных агрогородках. И эти ярмарки продлятся до конца октября. При наличии погодных условий мы ярмарки обычно продлеваем еще и на ноябрь. Но это если будут хорошие условия. У адрес депутата Палаты представников национального схода Беларуси Вольги Крэшу одним из мессенджеров поступила погроза. Невядомая потребуется сдать депутатский мандат. А кроме того, погрожают не только самой женщине, а и ее детям. Вольга Крэш звернулася в милицию. По специальности я врач-педиатр. И всю свою жизнь я посвятила служению людям. И прежде всего детям. Когда боролась за их жизнь. Когда боролась за их здоровье. Ты не думаешь о том, что это выходной, что это конец рабочего дня или это праздничный день. Ты просто идешь и помогаешь. На сегодняшний день я не только врач. И не столько врач. Я депутат. А депутат – это тоже служение людям. Но только за тобой уже почти 70 тысяч. Взрослые, дети, инвалиды. Абсолютно все. И всем нужно каким-то образом помочь. Поэтому у меня была инициатива создания парка в микрорайоне «Хутор». Сейчас идет планировка того леса, который находится за новым детским садиком. И к концу сентября все население этого микрорайона увидит, как начнет очищаться лес и превращаться потихонечку в парк. А поскольку последние 18 лет я работала с недоношенными детьми, в моей программе еще есть один такой интересный пункт – это создание кабинета Катамниса. То есть это наблюдение за недоношенными детьми, поиск ли их выписки из стационара. К концу этого года планируется уже полностью работа этого кабинета. И она будет организована на базе областной детской консультативной поликлиники. Лозунги, заявления, обещания – это все у дел других. Для меня всегда были реальные дела и реальная помощь. Только нашими совместными усилиями мы можем сделать комфортную жизнь в нашей самой красивой, самой спокойной и самой лучшей стране. Я лечила ребенка одного из членов Координационного совета. Вчера я получила сообщение с угрозой жизни для меня и для моих детей от Координационного совета. К сожалению, на сегодняшний день такие угрозы не единичные и не только для депутатов, но и для многих людей нашей страны. Сегодня я обратилась в РУВД заявлением, но только с точки зрения законности, потому что таким действием должна быть обязательно дана правовая оценка. Бог создал человека для счастья и любви. Давайте остановимся, задумаемся и не будем нарушать самый главный закон нашей жизни. Беларусь мирная. В Светлогорске прошел патриотичный автопробег, употребление безопасности и спокойно. Автоколонна с национальными стягами курсировала по центральных улицах города. Чему граждане решили принять уделу акции, расскажут мои коллеги. Удельники автопробегу сбираются на пляцу цикля помненько воинам, которые загинули в локальных воинах. Это место стало отправной кропкой для жахаров райцентра, каким необыякого будущего края и белорусского народа. Представники разных сфер и профессий усеяны выступают за мир и безопасность своих детей, некоторые навык приехали всей семьей. Душа болит за нашу родину. Не хотим, чтобы было какое-то разделение в народе. Хотим все единства, благополучия, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне для наших детей, чтобы все сложилось и все было хорошо в стране. Были тут и те, кто на свои очи бачил, что такое война. Их это сумный опыт – лепший приклад для молодого поколения. Насилие ведет только до разбурения. На, как все мы ведаем, разбураться шмат простейшим, будовать. Усе конфликты можно вырошить диалогом и пошуком консенсусу помеж боками. Должна быть какая-то преданность своим родителям, родственникам, близким, друзьям. То самое, что и родине преданность. Естественно, чтобы могла молодежь наша выручить, защищать себя правильно, отставить интересы. Были мне справедливо, честно. А не кричать на улице, не выкликать какие-то лозунги. Никто не против. Каждый должен ставить свою позицию. Но не нужно, чтобы было какое-то насилие, хамить друг друга, оскорблять. Выступают, что за мирную будущую, неудельники автопробега так само закликали не гублять теорысы, по яких белорусов познают у света. Толерантность, светливость и процовитость. Наша страна небольшая. У нас очень мало ископаемых полезных. У нас нет золота. А чем мы живем? Мы живем, белорусы, только своим трудом. Причем упорным трудом. Это было еще сказано при Советском Союзе, что мы были одна из республик, которая давала результаты именно в производстве, в труде. Поэтому мы призываем сегодня всех. Дорогие белорусы, давайте не подведем, в первую очередь, себя. Мы будем работать и будем жить достойно. Маршрут проходил от Набережной площади Светлогорска по улицам города и района до мемориального комплекса «АЛА». Автоматоров подчас акции закликали не сигналить, как не порушать покой горожан. И навык ни чаканы дождь, ни спыни у дельников пробегу. На мемориальном комплексе они вспомнили подеи минулого и усклали к ветке до помника. История дала нам достатково уроков, на яких треба учиться. Каштовность человеческих життя выше и за все на свете. Житие в мирной краине – это главный подарок, который мы можем покинуть своим нашаткам. Ганна Коральчук, Максим Савин, телерадиокомпания «Гомель» при допомозе агентства «Теленовин». До начала учебного года осталось несколько дней, а будущие школьники протягивают отремливать подарки. Городские влады наведали Гомельский городский социально-педагогичный центр. В установе сейчас 30 детей, сирот и тех, кто застался без батьковской опеки. 20 из них лику являются школьниками. Как сделать начало учебного года приемлем, старшиня Гарвы Конкама Петр Кирыченко вручил у СИМ новые портфели с канцелярскими приладами. С особыми веншованиями он свернулся до двух першоклассников и пожадал им только добрых отзнак и тяги доведал. Эти подарки, эти портфели сегодня им вручили. Я, конечно, видел по их лицам, что они довольны, что они такие же школьники, как все, ничем не хуже, ничем не лучше. Я даже думаю, что то, что они имеют определенные сложности уже в детстве, это, наверное, как-то их закалит. И, конечно, они смогут больше знаний получить. Ну, стараться, во всяком случае, будут так, чтобы и знаний больше получили, и чтобы они были полноценными гражданами нашей страны в будущем. Сродки на набытье подарунка у детям собраны с упрацовниками Гарвы Конкама, які что год принимают уделу доброчинной акции с берем портфель першокласснику. После урочистой часки у всех чекал солодкий стол, подчас якого дети могли погутырыть с гостями. Отормалась выстоять у пандемии, и зараз выход зиму плюс. Не просто минулое по вгоде было бы дать для у всех сфер экономики. Кожный керавник знаходзил для своего предприемства альбо организации выйти, каб не скоротить персонал и не обанкрутиться. Наши корреспонденты побывали у гомельским санатория машина-будовник. Там так само были вельми нелегкие часы. Як справились, об этом наступный репортаж. Вагалися помеж Турции гомельским санаторам и выбрали машина-будовник. Делятся Татьяна и Иван Полюховичи. И они приехали из Санкт-Петербурга. Уже десятый раз у белорусские здравницы, за их пятый – у ведомостной санаторий Гомсельмаша. По-перше, тут нашмат тонейшим у России. По-друге – бездакорная медицинская база. То, что с каждым годом лучше, это точно. Мы приехали сюда первый раз, когда они только открылись для граждан России. И вот то, что сейчас, это, конечно, две больших разницы. Это даже, скажем так, очень даже заметно бросается в глаза при первом же прибытии даже. Да, все приятно, потому что это все делается для нас, для отдыхающих. Это видно и, конечно, приятно. Будете приезжать? Конечно. Мы всегда рекомендуем моим сотрудникам. Мы даже приезжали с женщин, на которой вместе работаем, с родственниками приезжаем. Вот в этом году даже приехали с сыном. Сергей Канода у першиню подспробовал, что такое крыосауна. Процедура докладна для смелых. Спочатку треба зайти у камеру с температурой минус 60. Потом у другую, там уже минус 110. Дякучи профсоюзным ульхотам, свой 18-сиденный отпочинок у машины-будовнику, Сергей лечит вельми таным и для себя абсолютно идеальным. Болели ноги и загрыжи спина, а после санаторного лечения мужчина снова чувствует себя здоровым и бодерым. Последние 6 лет езжу по всей республике Беларусь. И, честно говоря, я был в Гронинской области, в Брестской, в Витебской, в Гомесской. У меня впервые. И я немножко даже поражен теми медицинскими услугами, которые здесь оказывают. Вот сейчас я проходил криотерапию, впервые сюда зашел. Ну, такая очень эффективная. Я просто раньше занимался закаливанием, морожеванием. И вот где-то что-то такие эффекты подобные имеются. По вынигах работы в Липпене у машинобудовника прибыток. А в первом поугодии пандемия покинула санаторий без дохода. Кировничество экстренно шукало выезд. Так з'явились и новые послуги, и новые туры. Шмат того, что вырытывало от припынения работы. У мая, например, машинобудовник был заселенный только на треть. Для этого санатория – нонсенс. А у Жнивни номеры заполнены уже больше на 90%. Бархатный сезон, конечно же, он не исключение. Мы на сегодняшний день уже имеем большое количество заявок не только от жителей Республики Беларусь, но и от Российской Федерации, которые хотят к нам приехать, как и приезжали неоднократно много раз к нам. И мы их, конечно же, будем радовать своими скидками и акциями. Это для пенсионеров, это и для детей, это и для медицинских работников, которые работали при ковиде. Это и для тех, у кого есть день рождения, у кого есть какие-то торжественные мероприятия свадебные. Это и для воинов, которые были во время Афгана. Это и для людей, которые ранее бронировали за 15 дней, кто приезжает к нам больше, чем на 14 дней. Для всех них имеются какие-то определенные скидки, льготы. Зараз робят реконструкцию в первом корпусе. После завершения у санаторий смогут отпрочивать на 40 человек больше. Черговая задача – привезти у парадок еще один корпус. Так само тут планують добро упорадковать береговую территорию, срабить танцевальную пляцовку и адрамонтовать будынок, в яким разместить великий шматфункциональный бизнес-центр. Парына Джалая, Андрей Иванов, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня у будынку Гомельского епархиального управления отбылся чина свячения одинаков Гомельской области домового храма у Гонор Собора Усих Святых Земли Белорусской. Гэта падея примеркована до 95-ти годя с дня заснования Гомельской епархии и 30-ти годя ее драджения. На Святочной Боской Литургии побывала наш корреспондент Святлана Князева. Особливость домовых храмов в том, что они побудованы не особенным будынком, а уладкованы внутри звычайного дома, те, как в нашем случае, в будынку епархиального управления. Как правило, домовые храмы бывают невеликими и меньше роскошными по архитектурным формам и строю. Но мне кажется, что это не про тот храм-музей, в котором мы сейчас накируемся. В 8 часов ранее в будынку епархиального управления собралось духовенство епархии и приходжание гомельских храмов. Они стали святками важной подеи у епархиальной истории – освящение первого домового храма в гонор усих белорусских святых. Чин освящения Простола здействовали архиепископ Гомельский Жлобинский Стяфан, векарь Гомельской епархии, епископ Светлогорский Амвросий в сослужении духовенства епархии. После освящения Простола все присутные помолились за первой Боской Литургии в новом храме. Домовая церковь Собора усих белорусских святых – это храм-музей упрыгожаны коллекции уникальных образов, которые отлюстровывают богатые мастатской, эстетичной и духовной спадшины белорусского народа. Во многих храмах, особенно те, которые не закрывались в течение XX века, находится и находилось огромное количество старинных икон, книг, утварей. Они уже не применяются в богослужебной практике, но тем не менее многое из этого имеет реальную историко-культурную ценность. Старожитные иконы потрапили у храм, дякуючи праце рестаураторов, які оздолили открыть першопочатковое святло и сенс в образов. В 2015 году намаганнями тогда еще епископа Стяфана открылися рестаурационные майстерни. Это уникальная ситуация не только для Гомельской епархии. Калиминовита при епархияльном управлении есть такая лаборатория-майстерня, где иконы трапляют в руки профессиональных рестаураторов. Их раскрывают, умоцовывают, приводят в першопочатковый выгляд. Ведется тут и навуковая праца. Мы пошли под пути церковной реставрации, когда мы позволяем себе какую-то реконструкцию, очень корректную, не вмешиваясь в автора. Часто реконструируем древние техники, что тоже очень сложно. Приходится работать с материалами, изучать очень много похожих икон, чтобы воссоздать технику. У межах храмовой просторы мается коллекция старожитных книг, церковных речев, антименцев 16-20-го стагодзев. Тут есть махчимость не только здесь снять на баженствы, а и читать лекции, проводить экскурсии и навод майстер-классы по рестаурации, знакомить наведовольников с богатыми духовными традициями белорусского народа. Для молодого поколения как раз будут здесь проводиться уроки нашей истории, уроки нашей культуры, духовности нашей. И это даст еще нам одну такую возможность, чтобы мы назидали нашу молодежь в любви к своему отечеству, к нашей родной белорусской земле, к нашим святым. Светлана Князева, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». В связи с проведением техничных работ на антенномачтовых сбудованиях на наступном тыдне в городе Гомеле и на отлеглости до 40 километров от областного центра будет припынено эфирное телевизионное и радиовещание. Размова идет про период часу с 2 по 4 вересня. С 9 ранницы до 5 вечера будет отсутничать трансляция телеканалов агульнодоступного пакета, а так само радиостанции. Максим и перепынки трансляции программ у некоторых сетках кабельных операторов. У выпадку завершения работ ранее позначеного термину дейности передатчиков будет адновлена. Гэта и иншая новинная информация о проектах телерадио «Компании Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до встречи в эфире.